Всем привет, девчонки и ребята! В сегодняшнем видео поговорим о моем заказе Faberlic. Я вам расскажу о средствах, которые мне понравились, которые не понравились. И, быть может, это убережет вас от ненужных покупок. Или, наоборот, сподвигнет к нужным покупкам. Ну, давайте начнем. Так, хотелось бы мне рассказать о бибиокреме, который называется Идеальное увлажнение с SPF 15. Это у них серия Premium, номер 0309. Он шел в такой красивой, симпатичной упаковочке. Это бибиокрем. Это обычная пластиковая такая бутылочка. Удобно дозировать средство. То есть вы его вот так вот выдавливаете. Действительно, вот как ухаживающее средство этот бибиокрем мне понравился. Распределяется по коже он неравномерно. У меня почему-то не получается его распределить по лицу нормально. Я его размазываю-размазываю, а он как-то катается по лицу и все. Наверное, в нем содержится много силиконов. Хоть тут производители заявляют, что он подстраивается под тон кожи. Да, он действительно подстраивается, хотя изначально цвет у него достаточно темный. Но мне, конечно, не нравится. Мне кажется, это вообще пустая трата денег ваших. Чисто как уходовое средство замечательно, но как бибиокрем вообще никакое средство. Честно, не понравилось. Дальше, вот такая вот сыворотка серии Реноваж. Сыворотка называется Радикальная мера. Номер 0755. Сама сыворотка идет в стеклянной упаковочке. Имеет пипеточку с закругленным кончиком для того, чтобы удобнее было наносить. И вот про эту сыворотку могу сказать только хорошее. У этой сыворотки есть в составе фитогормоны, которые как бы выравнивают кожу лица. Соответственно, избавляют от мелких морщинок при постоянном использовании. Она замечательно увлажняет. Действительно, кажется, лицо становится гладким, нежным, ровным. Кстати, и пипеточка удобная, и консистенция жиденькая такая. Она маслянистая, но как бы жиденькая. Далее была мной заказана вот такая комплексная альгидная маска для лица. Но ее, оказывается, нужно было заказывать с каким-то дополнительным средством, которое улучшает действие этой маски. Я так думаю, просто она будет действовать типа как глиняная маска для лица. Вот так вот выглядит. Объем совсем небольшой, причем что цена у нее не маленькая. И номер 1088. Даже не знаю, что вам про нее сказать. Честно, еще не пробовала, потому что не заказывала второе средство. Гель для бровей. Заказала у них гель для бровей. И вот такой вот идет не как фиксирующий, а как ухаживающий. Но, честно говоря, особого ухода я не заметила. Я его использую либо на ресничке под тушь, либо просто чуть-чуть зафиксировать. Фиксация очень слабая, хотя производитель вроде бы как и не обещает, что он должен сильно как-то фиксировать. Единственный недостаток, который мне жутко не понравился, это то, что вот, конечно, цвет прозрачный. И за счет этого, после того, к примеру, вы расчешете брови накрашенные уже, вот цвет этого средства начинает темнеть, и это некрасиво выглядит, как будто там уже все грязное. И как-то не генинично. Это карандаш Каял ультрамодерн, который можно подкрашивать внутри глаза. Можно, в принципе, просто где-нибудь красить в другом месте. Он, кстати, плохо пигментирован. Желтоватый оттенок идет. Вот, какие-то блесточки желтоватые. Мне это, конечно, не понравилось. И вообще, сам по себе карандаш, ну, не очень хороший, честное слово. Вот, как-то плохо выполняет свои функции. Плюс, если учитывать, что он Каял, и им как бы можно подкрашивать область вот внутри глаза, вот этот желтоватый оттенок, он немного портит, что ли, вообще общее впечатление от макияжа. Ну, не знаю, мне не понравилось. Решила себе на лето заказать вот такие вот флеш-татуировки. Да, суббролит сейчас началась продавать. Честно, еще ни одну не пробовала наносить себе на тело. Но вроде как выглядит неплохо. То есть, вот видите, здесь и перышки, которые можно будет нанести там, ну, и на руку, и куда-то там на спину, на лопатку, к примеру. Вот, и вот такие вот браслетики есть, и вот такие вот штучки. Ну, то есть, действительно классно все это выглядит. Я обязательно попробую что-нибудь сделаю себе, когда подзагорю немножко. Вот, и здесь вот примеры работ. Номер у них 63-71. Потом я себе заказала вот такой вот лак для ногтей. Мне, кстати, очень нравятся вот эти их лаки для ногтей. CC лаки. Это номер 73-51. Они хорошо подстраиваются под ногой. То есть, выравнивают ногтевую пластину. Они смотрятся как гель-лаки. То есть, они плотные, очень быстро сохнет. Действительно, вот эти вот лаки у них, они самые лучшие, по-моему, из тех, что сейчас есть. Очень рекомендую, кстати, спонжик для снятия макияжа 93-07. Он изначально был такой очень-очень плоский, как бы приутюженный. Но когда вы начинаете им пользоваться, окунаете его под воду, он у вас разбухает. Далее вы наносите средства для умывания и просто вот этим сморщиком снимаете макияж. Кстати, вот этот способ мне очень-очень понравился. Я постоянно теперь использую вот этот спонжик. Единственное, конечно, у него есть тоже недостаток. Видимо, за счет того, что его как-то проглаживали, чтобы он был плоским, он немного попахивал вот чем-то таким, не знаю, как будто бы утюгом что-то прижгли. Но сейчас, через несколько использований, у него уже этот запах начинает постепенно пропадать. И, ну, мне кажется, это классно, удобно. Потом я заказала две упаковки себе. Разделитель для пальцев ног. Это 9938 номер. Ну, просто обычные разделители для педикюра, я думаю, очень удобно будет им пользоваться. Кстати, надо будет попробовать. Зачем две штуки заказала, вообще непонятно. И это были все мои косметические заказы от фирмы Фаберлик. Это была первая часть. А во второй части вы посмотрите то, что я заказала для ухода по дому. Всем спасибо за просмотр. Ставьте мне лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Всем привет. В этом видео я хочу провести тест-драйв двух кушонов, двух разных фирм. Один люксовый, а второй из масс-маркета. И Фраше, и Ланком. И я хочу протестировать их на своем лице. Субтитры сделал DimaTorzok.